Доброго вам вечера! С вами, как обычно, по пятницам, итоговая программа недели «Лучше знать» и я, ее ведущая, Анна Васильева. Вместо предпраздничной суеты, эта неделя запомнится нам митингами протеста и страхом надвигающегося тотального карантина. И, увы, твердой уверенностью что зимние праздники испортились, еще даже не начавшись. Но обо всем по порядку. Неполный локдаун, но под угрозой домашнего ареста. Заразные протесты или заразительные. Пробковый тупик, куда ведет Ригу мэр-эколог. От вакцины не уйдешь, прививаться принудит жизнь. Неполный локдаун. Всю минувшую неделю Латвия жила слухами и страхом, что всех нас с 21 числа запрут по домам. Основанием для этого были и документы из Сейма с литовским вариантом, и комендантским часом попали в прессу, и премьер Кариндж советовал соблюдать режим тишины и даже вдвоем не собираться. А главное, число заболевших перевалило за тысячу в сутки, по 10 смертей в день. В четверг правительство совершило решительный и необходимый шаг – ужесточение карантина на три недели. Неполный локдаун. Не буду перечислять все новые запреты, вы уже в курсе. Просто замечу, что в этот раз они выглядят обоснованными и достаточно взвешенными. Ошибки учтены. Сигареты, выпивку и эталоны купить можно, даже очки можно. А вот подарки на праздники нельзя. Зато можно гулять и передвигаться по городу. И что мы видим? Люди немедленно устроили столпотворение в магазинах, толпы и почти давка. Самое раздолье для заразы. Видимо, никто не обратил внимания на то, что Кариндж предупредил, что будет, если за 10 дней ситуация не улучшится. А будет домашний арест для всей страны. Полный локдаун. Без любых встреч. Только правительство в нем уже будет совсем не виновата. Оно сейчас, наконец, все делает достаточно правильно. И давайте будем хорошим и послушным народом. Давайте соблюдать. Хотя бы три недели. Вам же не хочется, чтобы вас и всю страну еще недели на три посадили под замок. Это я говорю на тот случай, если вас не пугает растущая в стране смертность, и если вам безразличны жизни и здоровье ваших близких и просто других людей. Заразительные протесты. Высказывать свое недовольство народу Латвии становится все сложнее. За гудки протеста автовладельцев штрафует дорожная полиция. За все остальные нарушения полиция обычная. И, скорее всего, в минувшую субботу прошли последние разрешенные митинги. До конца эпидемии, конечно. Почему так? Вспомним прошлую субботу. В этот день было два митинга. Клуба защиты окружающей среды и движения стабильности «Да». Оба заявлены на 25 человек. На обоих от 300 до 500 человек. Собрания были очень похожи. На обоих требовали отставки министров и правительства, отмены масок в школах или вообще. Организаторам обоих полиция велела распустить митинг, так как они нарушают. Защитники среды отказались расходиться. Поборники стабильности подчинились. Главный эпидемиолог страны, перевозчиков, тут же сказал, что митинги – источник заразы. Орут на них и плюются вирусом. Я не доктор, чтобы сомневаться в его словах. Добавлю только, что пример митингующих заразителен. Люди раздражены и хотят выплеснуть накопившееся недовольство. Идея выйти на улицы и требовать чего-нибудь становится все популярнее. Вот правительство и захотело запретить митинги на уровне государства. Но решило, что с этим справится и самоуправление. Мэр Риги уже справился. Запретил новый митинг ковид-диссидентов и сторонников фельдшера Марины. Еще до того, как правительство ввело в четверг ужесточение запрета на собрание. Это грамотно. На уровне государства митинги демократично разрешены. На уровне города осторожно запрещены из-за ковида. И если ситуация в стране будет плохой, но терпимой, то это удержит людей от массовых протестов. Такой режим могут поддержать до конца кризиса. Но если все будет совсем плохо, то народу никакие разрешения будут не нужны. Так случилось в Белоруссии. Пробковый тупик статиса. Мэр Риги Мартинштадтис оказался упорным мужчиной. Ему нравятся пробки на чака. Он хочет уже весной организовать пробки по всему центру Риги. И это не шутка. Это следует из его развернутого интервью газете Диена. Вот что он говорит. Я считаю, что это было идеальное время для эксперимента с велополосами. Потому что, во-первых, большая часть жителей сейчас сидит дома и никуда не ездит. Поэтому интенсивность движения меньше. Во-вторых, из-за рейл Балтика скоро окрестности вокзала станут этаким бутылочным горлышком. Нам не нужно, чтобы машины застревали в таком горлышке. Поэтому интенсивность движения в этой части города, так или иначе, пришлось бы уменьшить. Давайте расшифруем, что он сказал. Эксперимент статиса требовал того, чтобы люди меньше ездили на машинах. Вместо удобных развязок рейл Балтика принесет нам бутылочное горлышко с пробкой. Интенсивность движения в центре будут уменьшать в любом случае. Дальше, мэр рассуждал, что если собранные во время эксперимента над рижанами данные будут подходящими, то велополос в центре еще добавят. А пока эксперимент начака провело сообщество «Зебра». Они экспериментально установили, что пешеход на этой улице идет быстрее троллейбуса. Улица ползет, и на ней было замечено целых два зимних велосипедиста. В любом эксперименте важен критерий оценки. Для простого рижанина все ясно. Эксперимент провалился. Улица, которая ведет прямо к вокзалу и трем мостам через реку, превратилась в пробковый тупик. Но наш мэр-эколог, почти Грета Тунберг. И для него это будет, скорее всего, лишним подтверждением, что машины зло, и их нужно додушить новыми велодорожками. От вакцины не уйдешь. Вакцинация от нового коронавируса в Европейском Союзе начнется 27 декабря, заявила в этот четверг президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Но никто никого не будет заставлять прививаться от COVID-19. Но привиться придется почти всем добровольно и неизбежно. Как это возможно? Очень просто. Вы хотите полететь за границу? Наверняка. Большинство авиакомпаний уже сейчас требуют справку об антителах. Появится вакцина, будут требовать паспорт вакцинации. Имеют право. Частная компания не желает заражать своих пассажиров. Вы собираетесь прокатиться по ЕС на авто, но не хотите провести по 10 дней в самоизоляции после каждой границы? Покажите печать о вакцине и в путь. Вы собрались на заработки в другую страну? Работодатель не хочет за разных рабочих. Это дорого. Ему нужны только вакцинированные. Да, и дома в Латвии, нанимая на работу людей, будут отдавать предпочтение тем, кто уже не заболеет коронавирусом. А можно ли без вакцины пересидеть эпидемию? Она же кончится когда-нибудь. Очень на это надеюсь. Но эпидемиологи говорят, что эта корона теперь с нами навсегда. Как грипп, только хуже. И переждать ее может и не выйдет. Обратите внимание, что во всем этом нет ни капли, ни следа принуждения от нашего правительства. Оно не будет никого заставлять. Жизнь заставит. Если у вас есть знакомые или друзья противники вакцинации, покажите им это видео. Им есть над чем подумать. Вот и все новости за прошлую неделю, которые вам лучше знать. Держитесь, берегите себя и родных. И мы снова увидимся через неделю.